всем привет привет из северной каролины у нас уже обед 12 часов дня где-то погода у нас видно пасмурная погода нету солнца я уже при параде оделась хочу хочу прогуляться пока детей нет дома у нас сегодня пятница 17 мая завтра долгожданные выходные когда мы можем все отлично выспаться я надеюсь хотя по субботу муж берет детей на футбол мальчиков и встают они наверно пораньше встанут в общем я не планирую никуда завтра вставать наконец-таки планирую выспаться сидела долго искала себе какие-то новые маршруты но очень сложно сделать на самом деле здесь я уже мне кажется все маршруты обошла я уже всю карту вдоль и поберега изучила куда я могу дойти своими ножками но но никуда не могу дойти по сути эти дела утром опять штурмовала устроила такой мозговой штурм себе и google ничего нету ничего нету интересного вот думаю разве что перейти куда я вам показываю на ту сторону перейти и пойти в другу в другой парк на озере где мы тоже уже были мы уже были абсолютно абсолютно везде не знаю люди ходят и ходят по одним и тем же трейлом бегают одними и теми же дорожками гуляют одними и теми же парками улицами вот мне что-то нужно новенькая меня утомляет старый маршрут и мне хочется все время что новенькое открывать для себя все ладно пойдемте как я вышла вот у нас погода небо затянуто не удалось перейти эту бешеную дорогу но не только бешеная тут есть периодически появляются такие разрывы когда можно перейти что не с той стороны не с той стороны ничего не едет и тогда люди кидаются быстрее вот они не вот там машины едут люди быстрее кидаются на велика перебегают эту дорогу пешком сегодня у меня не сказать что супер новый маршрут но я им уже не ходила очень очень давно с вами мы так ходили только пешком один раз хочу на берегу озера посидеть если если дойду дойти минут 20-25 примерно вон наш дом на той стороне вот он а я здесь и был тут у нас все продано муж сказал вроде как вот эти все коттеджики по моему они 600 тысяч 600 700 тысяч стоили здесь живет один из пашиных друзей и школьных китаец по моему каком-то из этих домиках когда не в прошлом году их строили тут ничего практически не было они только начали строить и уже продали распродали все полностью то что мне нравится в этих домиках то что у них ну не третий полноценный этаж я не понимаю это надо с той стороны посмотреть как он смотрится по моему да третий вот но он под крышей вот такая птица красивенная раз-два и третий этаж получается под крышей прогревается наверно так неплохо но кондиционеры спасают вот типа балкончика им сделали там они еще доделывают территорию еще не все готово сегодня можно ходить на длительные маршруты потому что максимум двадцать пять двадцать шесть и я говорю небо затянуто это идеально прекрасно просто бордекс борды когда читается потом у них как частные дома я веду как не таунхаус и в общем классно вот прожила уже год и не выучила название их вот эти коттеджи таунхаусы что-то там еще мне нравятся дома зеленого цвета он как тот здесь у нас вот это харистидор ветеранская церковь и туда прямо парк куда я иду там такой парк скорее сквер детская площадка и прокат лодок небольшой выход к озеру ничего такого крупного здесь можно перейти харистидор зайти вот он харистидор я думала если буду ходить в этот харистидор то вот сюда надо доходить вот там островок посередине дороги и можно перейти дорога разделяется но муж сказал он сюда как-то человека возил вот в этот харистидор примерно примерно из тех комплексов которые я вам самом начале моего пути показала вот он оттуда забрал где я дорогу перешла и вот сюда человека привез на такси он забежал купил там что-то небольшое и муж его обратно повез то есть вот тут всего ничего идти но потому что вот связано то что нужны дороги эти все переходить человек вызвал такси здесь конечно сложно насладиться гулянием потом уже трасса идешь все шумит несется а на той стороне у людей комплексы вот прям за этими деревьями но им почему-то дорожку не удосужили сделать им надо как-то сюда переходить если они хотят куда-то дойти зато у них есть пари стикер получается не все сразу эта дорожка вот тоже конечно на самом деле радоваться не стоит тем кто здесь живет потому что она доходит ровно до парка а дальше все дальше идут просто частные дома вот так с лужайками и все и трасса и дорожки нет вот где появляется кстати вон у них дорожка уже на той стороне есть отсюда но соответственно здесь дорогу уже вообще не перейти а ну можно бежать конечно вот наверное наверное они как-то улучшают моменты бегут по идее короче все непродумано да наверное это им не нужно раз так здесь вообще вон одинокий дом трава смотрите в каком состоянии вот только конкретно вот вот здесь ничего не покошено то есть человек покосил у себя перед домом и видно что я даже не знаю это его территория видимо что здесь даже не посят но я имею ввиду эти вот вот здесь видно все отлично все чистенько 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 и только этот кусок вот в зарослях еще там частный дом здесь красиво мало того что здесь шумно так еще постоянно кажется что машина какой-нибудь час по мне проедет из-за того что это дорога узкая совсем пешеходкой зеленая вот эта полоса совсем узко они здесь так несутся классно с такими всякими этими штуками прицепами что я бы лучше вот здесь шла но это уже офис будет private приватная территория дюк энергия вот озеро там уже виднеется парк вот за следующим леском осталось лесок пройти будет мини-парк а вот это озороженная территория дюк энергии отсюда до а с атомной станции магуайр пешком час вот ровно вот по этой дорожке она будет там загибаться можно дойти за час либо 6 минут на машине вот как раз я иду сторону атомной станции ну я до нее не дойду потому что парк уже вот он при желании можно погулять до атомной станции не могу улучшить момент чтобы камеру нормально включать и говорить потому что тут вам столько шумно и если самая шумная дорога какую я могла выбрать все про путь прерывается потому что он заворачивает в этот парк мы пришли блайс лендинг называется начинается парк спортов с этих то есть волейбольные ну площадки волейбола для волейбола здесь у нас заезда а в нашем случае захода так смысла нет эти по автомобильные дороги нужно пойти сразу на волейбольные площадки вот быстро мы дошли до вы тебя пойдем дошла я за сколько минут за двадцать пять примерно нормально идти в принципе просто я не очень любить люблю перебегать переходить вот такие дороги без светофоров и без пешеходок у меня с детства какой-то страх дорог к сожалению да вот это я пошла но у нас дожди сбыли я забыла периодически поливают через день здесь все конечно грязи я сюда залезла но выходных здесь людей побольше без классно вот смотрите раз два три четыре четыре волейбол волейбольных площадки блин надо заниматься логопедии вместе с валей я заметила у меня слова перестали произноситься может и раньше было заметила я только что это здесь есть для жарки мясо местечки он маленький этот парк вот состоит из вот этой вот эре это сказать ну вот где можно поиграть волейбол потом он там скверик вот так затопило вот здесь можно мяско пожарить аккуратненько чистенько если не смотреть не обращать внимание на эту лужу вот это парковка и там детская площадка но меня интересует озеро проведаем сейчас раструм спасибо что они есть надеюсь они не закрыты здесь вот можно ноги помыть да или что-то такое что-то помыть либо набрать мы обычно вот тут паркуемся или гуляем никого нет вот парковка полностью можно сказать пустая со стороны со стороны частные дома это не могут тоже перебегать сюда какой-то памятный камень мемориальный парк насколько помню называется он как-то так там вижу гортензии бело-голубые цветут хосты здесь красивые растения цветут мы приезжали я что-то снимала что вообще никого нет чё реле я одна не ну я так не играю я одна вот какой красивый уютный уголок площадка отличная и мемориальный садик вот это посвящен посвящен кому-то красиво смотрится гортензии бело-желто-голубые такой мини-мини уголок отдохновения от трассы как раз то это все один кусток цветет наверно нет конечно разные сорта ну вот так тут можно сидеть можно гулять там вон орел мы уже свали тут фоткались здесь вот кирпичики выложены это считается за змею других змей пока не видела с любовью в честь вот офицером разным красота ну я думала здесь хотя бы пару человек будет вообще никого какой-то там мужчина ходит я не знаю эта машина служащий может куда-то ушел все вот там можно пожарить это же лавочки с грилем что-то написано яд не трогать предупреждение вайнса поясом или вообще написано что тут ядовитые это лозы плюща какого-то где-то не трогать неужели что-то зачесалось потом раструмся я даже не знаю она как закрыта не закрыта вот это может плющ а туда если пойти там будет озеро да я и пришла собственно говоря на озеро ой здесь нет тротуара уже здесь машин тоже особо нет они это есть машина и мало там подъездом короче сдаются лодки и и люди живут там по моему еще комплекса находятся здесь вот так тоже практически никого нет вот куда я пришла как-то тут тоже полупустынно у кого нет как-то недужелюбно я вообще не пойму что это за место это для по как парк или вообще что это там все собака подплыла гавкает вообще людей нету никого нету машины какие-то стоят 1 вот борожу здесь судя по всему люди отдыхают отдыхают и как-то не очень убирают вода такая прозрачная прозрачная все камни видно отдыхну и пойду не сказать что я за 25 минут устала прям так но посижу и пойду на той стороне смотрю еще одна пристань с яхтами классно люди живут там они живут у них там пристань плавают здесь тоже есть столики что-то здесь не было мы сюда не заходили а там вон яхты еще белки здесь хотя бы отдохнула от шума этой трассы туда спускаться интересно можно верно нельзя туда туда нельзя люди по приезжали там собрали сделать плавляться я только освободила свое место на этом озере как тут же из кустов вышел человек и сразу закинул удочку он как будто ждал что я свалю оттуда в принципе там несколько мест таких рыбалка должна быть приватной они наверно будет сейчас плавляться люди приехали блин так хочется на какой-нибудь лодке покататься хотела сказать такую вещь но на самом деле это наверно смешно несколько приехав сюда я постепенно начала избавляться постепенно это значит что я еще избавляюсь и наверно еще буду какое-то время избавляться от вот такой вот не страха но наверно не уверенности туда можно ходить туда нельзя ходить за можно наступать на тот газон нельзя грубо говоря наступать понятно же здесь наоборот достаточно много такой приватной территории ну никто же не говорит ходить по чужим участком сложно объяснить я же говорю это наверно покажется кому-то достаточно странным мы уже не дети я так вообще уже 40 лет как не ребенок но тем не менее но тут это вот чувство это можно там то нельзя брать смотреть там здесь как-то чувствуешь себя свободнее в этом плане но но до конца еще не привык что на самом деле это так в том плане что наверное никто не делает каких-то крупных или мелких замечаний не тебе не детям дети там шумные не шумные магазине вообще как-то так самом начале я еще ждала подвоха и сейчас периодически наверное бывает жду то что у нас особенность такой наши культуры поправить кого-то там подсказать посоветовать как надо делать как не надо ой по каким как газоном ходить по каким газоном не ходить как детей воспитывать там что должен ребенок делать в магазине твой а что не должен ну там разные такие мелочи и вот спустя год я можно сказать почти прослабилась на этот счет что никому особо дела нету куда ты идешь что ты делаешь что-то носишь что-то говоришь что делает твои дети вот это конечно такой большой плюс между тем я уже дошла домой буду искать местечки для перехода целое событие у меня да куда-то дойти и перейти дорогу вообще весело вот сейчас можно бежать только тут овраг а там пешеходки нет просто зелень это я вот по поводу того что вот эти про страхи я имею ввиду которые оставляют и все такое ты наверно начиталась свои книги игры в которые играют люди потому что смысл в том что люди все время играют в игры и но я не буду пересказывать конечно эту книгу просто кратко скажу почему я так подумала наверное потому что в каждом человеке есть три я это взрослый ребенок ли ну тут шумно сама глупо взрослый ребенок и родители когда люди общаются с позиции именно взрослого все окей никаких конфликтов никаких игр никаких манипуляций но когда люди переходят допустим начинает общаться на с позиции допустим родителя то соответственно если он родитель то другой как я понимаю становится ребенком то есть он его учит выразумляет там как-то получает и вот получается что когда кто-то там командует туда ходить туда не ходи или как вот на топтали допустим или чего вы тут без бахил ходите или вот зачем вы там пошли по газону это получается человек примерил на себя роль именно родителя соответственно он воспринимает другого человека как взрослого как уже ребенка как-то так короче еще читаю книгу еще разучиваю не сказать что прям супер простая такая игра ой книга я наверно попала в час пик простояла минут 15 на обочине пытаясь перейти это не это невозможно они едут 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 с одной стороны вроде более менее можно уже проскочить другой стороны просто поток просто поток еще и вот еще и там где можно переходить это вот как перекрестки такие то есть с одной стороны заворачивать другой стороны заворачивать а здесь а здесь надо бежать вот короче не знаю не хочется мне идти до светофора потом чесать обратно это ужас сейчас обед и видимо я попала в обед в какой-то обед не сделать напротив парка переходе к такой лайтовый светофорчик вот нет же вот они идут едут смысле едут 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 кошмара я проходила в общей сложности наверно часа два а то и больше заслужила какой-нибудь бананово-клубничный десерт пока не знаю что это такое что-нибудь такое бананово-клубничного шоколадная хочется ну и борщ конечно вообще выдохлась конкретно на неделю находилась зашла понюхать идти дальше подзарядиться вообще волшебный аромат у нас сегодня на ужин ну помимо самого ужина брокколи я ее немного бланшировала теперь буду запекать быстро в смеси и все под смесью под яично молочно-сырной смесью нас 20 минут обещают быстрое запекание захотелось именно в запеченном варианте обычно обжариваю ее там быстро тушу сейчас хочется вот сыром под сырной корочкой брокколи готова вот должна быть вкусная щас будем пробовать салатик свежим это очень вкусно мы уже покушали я ее немного подпекла вот видно на поджарена сверху это на гриле буквально там в конце 8-10 минут соус и вот этот состоит два яйца 200 миллилитров молока потом приправа по вкусу соль и перец тому кто что хочет и вот это яйца взбить потом молоко влить и вмешать где-то 120 примерно грамм сыра твердого у меня пармезан был вот вкусно оно получается как молоко яиц это как типа омлетный такой соус омлет и плюс сыр но очень вкусно я прям прям наелась мы тут снова на гулянке теперь уже вечерний теперь уже с детьми трое детей решила выйти погулять собрались бамбик свали поиграть но она с пацанами футбол ненадолго ее хватит там пацаны такие я веду мои пацаны не особо хотят с девочкой возиться у нас ожидается дождь завтра опять дождь а я хотела планировала посмотреть какие местечки здесь есть но у нас дожди вот уже какая неделя у нас льют дожди май и куда-то ехать на природу допустим попасть где нибудь в лесу в дождь или на трейли в дождь вообще не очень хорошо я сегодня показывала что земля такая вся влажная в общем сейчас на природу не очень так обидно потому что как раз хорошая погода в плане температуры воздуха не жарко сейчас будет не в горах нигде ну надо было в апреле выбираться я хочу просмотреть какие-то места выписать вот допустим в зоопарке не были хотела в зоопарк еще в апреле попова поехать ну вот этот у нас прав не было то какие то еще у нас были всякие такие моменты разные сейчас можно вышвел опять же выехать хочу на ферму еще за клубника никто не хочет кроме меня вообще никто не дети не хотят у них для них это не не особо такое новшество и супер классное мероприятие потому что они ездили к бабушке и вот эта вся клубника малина и ферма для них это не что-то такое экзотическое плюс у нас дома росла клубника во дворе поэтому наверное они не жаждут ехать на ферму собирать эту клубнику муж тоже не особо почему-то хочется я хочу я бы с удовольствием съездила здесь это распространено такое явление как ферму ферма сначала они собирают на ферме клубнику потом у них персики и потом корма еще что-то знаю что еще овощи наверно помидоры бегают небо затянуто написано что будет дождь около десяти вечера но что самое интересное благоустройство дома не закончилась они снова прислали письмо теперь они собираются но это принципе то неплохо не собираются чистить системы вентиляции в доме и вот они сказали лаундри очистить там где сушильная машина и стиралка то есть чтобы не был полный доступ и туалеты они будут именно в туалетах вот эти вот вентиляционные системы это хорошо но это значит что они им нужен доступ в квартиру у них есть ключи естественно от всех квартир то есть то есть они будут ходить по квартирам вот это чистить чистить мы чистить уже прямо интересно что они будут следующая начищать мыть дворовые игры футбольные туда печенье очень вкусно снимаю к сожалению коробку потому что мысль снять печенье пришла мне довольно поздно только что проглотила самое последнее дети его съели просто одномоментно здесь всего 300 грамм 2 вот таких вот упаковочки очень вкусно мне понравилось вот это вот это джемом ароматный что касается состава я не знаю наверное не жутко полезный как обычное печенье вкусно если успеем мы если еще будем волги вот может она же закончится неделя закончится и течение соответственно вместе с неделей тоже так что если еще успеем то я бы купила вот такое и и вафли мне все буквально вафли вафли мы тоже всегда ели вафли тоже понравились очень рекомендую а